Нарушения в бюджетной сфере. На заседании депутатских комиссий в Думе Сургутского района руководство местной контрольно-счетной палаты отчиталось о результатах проверок использования средств казны. Народные избранники обсудили факты нецелевого и неэффективного расходования бюджета чиновниками в прошлом году, а также вопросы приватизации и перемен в налоговом законодательстве. Подробности в следующем материале. Светлана Петкова докладывает о результатах проверок. По словам председателя контрольно-счетной палаты района, в прошлом году ревизоры обнаружили факты нецелевого и неэффективного использования средств казны местными чиновниками. По запросу депутатов, бюджетный контролер привела примеры нарушений со стороны управленцев. Это оплата за фактически невыполненные ремонтные работы МКУ КСК БАРС на сумму 1 миллион 434,8 тысяч рублей. В городском поселении Белый Яр на сумму 1 миллион 1,5 тысяч рублей. В сельском поселении Солнечный на сумму 535,1 тысяч рублей. Просчеты в бюджетной сфере вызвали у народных избранников резонный вопрос. Что происходит с чиновниками, которые допускают нарушения при расходовании средств казны? Если это нарушение, я так полагаю, должно быть какая-то обратная связь о мерах, о мероприятиях, что предпринимается для того, чтобы в дальнейшем не допускать такие нарушения. Да, учреждениям, у которых есть нарушения, им дается месяц на отработку этих всех, принятие каких-то мер. Нам направляется потом результат. Если там уголовные дела, мы подаем в суд, подаем в прокуратуру. Достаточно большой объем нарушений. Я думаю, как раз всех правильно к этому подходят, что необходимо работать над тем, чтобы не допускать этого. Депутаты обсудили также итоги приватизации муниципального имущества в прошлом году. По отчету чиновников, результаты в этом направлении оказались лучше, чем ожидалось. От продажи различных объектов удалось выручить около 7 миллионов рублей, что почти на миллион больше, чем планировалось. Однако народные избранники выразили недоумение по поводу затянувшейся приватизации рыбзавода «Восход» в поселке Сытомина. По «Восходу» мы уже в году никак не можем приватизировать. Уже больше года мы работаем. Приватизация в чем вообще? По возле решения Думы необходимо утвердить план приватизации. Теперь начинаем соблюдать сроки и уже процесс идет. И процесс когда у нас примерно закончится ориентировочно? Ну, в настоящий момент с учетом налогового законодательства где-то 3-4 месяца. По мнению управленцев, приватизация «Восхода» должна завершиться в мае этого года. Считается, что перевод муниципального предприятия в статус частного даст ряд преимуществ по привлечению прибыли. Рыбзавод сможет участвовать в конкурсах на районные контракты, а также заниматься непрофильными видами работ – заготовкой дров или уборкой снега в поселении. Еще один денежный вопрос повестки комиссий касался изменения налогового законодательства. Начиная с налогового периода 2020 года на территории автономного округа, при расчете налога на имущество физических лиц будет применяться новая кадастровая стоимость объектов недвижимости. Предлагается установить поэтапное увеличение налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимости, включенных в перечень. По проекту чиновников, налоговую ставку на недвижимое имущество физических лиц предлагается увеличить в этом году на 1, в следующем на 1,5, а в последующем на 2%. Депутаты оценили такую инициативу управленцев. Я думаю, это правильное решение, потому что установлен переходный период, это как раз снизит действительно загрузку и даст адаптироваться. В завершении встречи депутаты рассмотрели новшества, касающиеся Угута и Тундрина. Народные избранники решили передать полномочия по развитию спорта, а также организации и проведению соревнований от чиновников поселений районным управленцам. Ближайшие рабочие планы думцев связаны с осмотром объектов ЖКХ. На 18 марта у них запланирована поездка в Ульт-Ягун, а на 24 в Лентор.